Здравствуйте! С вами программа «Давайте разберемся». Я ее ведущая Наталья Зайченко. Сегодня будем обсуждать актуальные вопросы здравоохранения и социальной защиты населения. Какой объем финансирования на медицину в Запорожье планируют выделить в следующем году? И главное, на что пойдут эти деньги? Сможет ли каждый из нас ощутить на себе реальное улучшение качества медобслуживания в областном центре? Давайте разберемся. Поговорим мы о социальной сфере и попробуем разобраться детально. Панацея ли государственная программа субсидий и на какую еще материальную помощь могут рассчитывать социально незащищенные жители нашего города? А поможет нам в этом заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пуставаров. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, Анатолий, ну что ж, давайте разберемся сегодня с самыми важными вопросами, вопросами здоровья, социальной защиты населения. Как вы видите вообще сложившуюся ситуацию на сегодня в этих сферах? Основные проблемы и какие видите решения как профильный заместитель городского головы Запорожья? Ну действительно, абсолютно вы правильно отметили, что это, наверное, базовые и основные сферы, которыми должны переживать и жить все ветви власти, начиная с государственных и в принципе, в принципе, и в Конституции записано, что за это несет ответственность государство. Поэтому хотелось бы отметить, что проблема есть. Проблемы есть, и вы знаете, мы с вами живем в одном городе, в одной стране, и все эти проблемы на поверхности мы их видим. Конечно же, это кадры и деньги. И с этим надо что-то делать, и вы знаете, надо делать, было, наверное, еще позавчера с этим, но год из в год, то реформу, то какие-то политические решения мы все перекладываем и откладываем, и каждый год это видим. Почему я так говорю? Потому что вот разбирая детально ту же сферу, допустим, здравоохранения, мы видим, что львиная часть вопросов лежит, конечно же, на государственном уровне. Потому что есть и 49-я статья Конституции, которая гарантирует каждому жителю нашей страны бесплатную медицинскую помощь. Но этого не случается. Почему? Давайте уже на примере Запорожья можем поговорить. Конечно же, у нас есть наши 33 лечебных учреждения, наши 11 больниц, 2 детские, 8 центров, 7 стоматологических поликлиник. И на все это выделяется порядка 850 миллионов гривен. Вот со стороны, если так услышать, кажется, цифра колоссальная. Но на самом деле, если разобраться детально, то это такой минимум, который позволяет закрыть только лишь по верхам базисные направления. А что именно? Вот где-то 550 миллионов уходит на зарплату. Львиная доля всего бюджета. Это 70-80% уходит на заработную плату. Остальные 80-100 миллионов – это энергоноситель. И мы видим, и каждому теперь доступно, понятно, что же остается на нашу сферу медицины. Мы провели с нашими экспертами только внутреннее доосовещание, понять же, сколько же надо. И вы знаете, для города Запорожья оптимальная цифра была бы 3,5-4 миллиарда гривен в год. И тогда бы, как вы задавали вопрос вначале, каждый бы ощутил теплоту и заботу медицины. Но если учесть тот фактор, что бюджет города Запорожья 6 миллиардов гривен, 6,1, 6,4, 6, да, то это те средства налогоплательщиков, которыми громады в силе распоряжаться. То, конечно, мы с вами понимаем, что нельзя из 6 миллионов забрать 4 и отправить только на здравоохранение. Хотя мы понимаем, что это самое важное. Потому что есть еще у нас освита образования, 118 садиков, 118 школ. И, кстати, бюджет освита еще больше требует. И поэтому мы понимаем, что, конечно, те средства, то есть ножки по одежке протягиваем. Это, к сожалению. Поэтому, если говорить, допустим, вообще мировыми тенденциями, то есть статистика Всемирной организации здравоохранения, которая говорит, что государство просто необходимо выделять не менее 7% ВВП на сферу здравоохранения. В нашей стране менее 3%. Поэтому хотелось бы, и я уверен, что в этом вопросе заинтересованы все мы, потому что все мы, люди у нас у всех есть родные, близкие, дети, внуки, которые болеют. И, конечно же, вопросы здравоохранения должны быть на первом месте. Если говорить о социальной защите, вы знаете, после, наверное, безопасности, за которую должна и обязана отвечать государство, наверное, номер один по критериям важности. Потом, наверное, здравоохранение, чтобы люди наши жили дольше, менее болели. Это, наверное, номер два. Но номер три – это, конечно, социальная защита, потому что задача государства – позаботиться о тех, которые не могут позаботиться о себе. Это наши люди с ограниченными возможностями. Это люди пожилого возраста, которые уже в силу жизненных обстоятельств тоже не могут за себя, скажем так, позаботиться о себе. Это, конечно же, люди, которые очутились в сложных жизненных обстоятельствах. Поэтому вот за эти категории, за эти три направления, считаю, это базисные для любого государства, для любой громады. Это важнейшая, скажем так, составляющая, чтобы полноценно была вообще нация, и эти вопросы надо ставить в приоритет. Поэтому проблемы есть, но, опять же говорю, их надо решать только комплексно. Хорошо, давайте начнем с здравоохранения. Действительно, как вы сказали, протягиваем ножки по одежке. Как там дела у нас с одежкой, собственно? Ну, все-таки выделяются ли средства на здравоохранение, на ремонт учреждений здравоохранения, на закупку медоборудования? Есть хоть какие-то, может быть, копейки, какие-то средства на это? Ну, в этом году, в начале года, мэр Владимир Буряк четко поставил задачу, чтобы, конечно, увеличивать статьи расходов по здравоохранению. Это удалось сделать. То есть рекордное финансирование на здравоохранение прошло именно в этом году, в 2016-м. Что позволило распределить, ну, на такие базисные направления. Просто, еще раз говорю, все мы ждем ту медицинскую реформу, о которой говорят и о платных услугах, и страховой медицине, и уже вроде бы экспертное средовоохранение, и, скажем, наши организаторы здравоохранения, все готовы к этому. Надо просто сделать шаг. Но почему-то мы ждем. То есть исполняющие обязанности министра здравоохранения меняются, а ВОЗ и ныне там. Поэтому хотелось бы, чтобы это спустило сверху. И мы тут, конечно же, будем адаптировать. Но, конечно же, хотелось бы наладить вот этот момент распределения полномочий. Вот я вам к чему обращаюсь, потому что, как вы сказали, вот ножки по одежке. Мы планируем одно, какие-то программы разработаем долгосрочные, краткосрочные, годичные, трехгодичные, 5-20-летки. А потом, назовем так это, правила игры меняются. Вот, допустим, в этом году мы уже знаем, что в проекте бюджета на 2017 год средство, которое было заложено всегда в субвенции, то есть деньги, которые нам давал центральный бюджет на энергоносители, теперь должны быть предусмотрены из местного бюджета. Если говорить о нашей социальной сфере, то это где-то 200-300 миллионов гривен. Это которые мы в этом году получили перенаправить на ремонты наших зданий, медицинского учреждения, на приобретение необходимого оборудования, на распределение средств на некоторые точечные, но очень важные медицинские программы. И теперь, когда мы эти деньги брали из бюджета развития город, определяли, что на дороге мы можем отремонтировать, какие дополнительные скверы и парки можем открыть, какие лечебные учреждения отремонтировать, теперь это все равно будет прогорать в энергоносителях. Непонятно, государственная власть высоких трибун рапортует о бюджетной децентрализации, якобы вот побольше денег на места, но и тут же перекладывают полномочия, и туда же уходят эти деньги. В этом есть абсурд, и он звучит из телеэкранов, многие эксперты тоже об этом говорят. То есть, допустим, бюджет развития не уменьшает, а порой даже увеличивается, но туда внутрь закладывают наши, допустим, льготный проезд, который тоже 100-150 миллионов гривен, раньше это была субвенция, теперь из местного бюджета. Финансирование ПТУ 100-150 миллионов гривен, раньше это тоже была субвенция, теперь мы из местного бюджета выкладываем. Энергоносители, раньше это было тоже субвенция, теперь тоже 250-300 миллионов гривен из местного бюджета. Это все деньги, которые могли бы осесть в конкретике. Палаты были бы лучше, узи рентгены современные, ставки зарплаты можно было бы повысить, и, конечно, другие направления не менее важные, такие как-то садики, дороги, крыши наши тоже могли быть лучше. Поэтому есть здесь некоторая, я считаю, несправедливость, если мы называем это децентрализация, то, конечно же, и в нарушение норм законодательства нельзя функции перекладывать без ресурса. Поэтому еще раз говорю, что есть четыре такие базовые проблемы, которые можно к любой, в принципе, утосли социальной привести, но если говорить о здравоохранении, то, конечно же, недостаток финансирования. Не надо быть глубоким экспертом, чтобы понять, что в здравоохранении катастрофически не хватает средств. Второе, это, конечно же, эффективное управление тем, что мы имеем. Это говорит уже о этих реформах, о которых мы говорим, и о начатых, так как разделение первичной и вторичной медицины. Всем понятны семейные врачи, прошла реформа, теперь, вернее, наоборот, участковые были врачи, там педиатры участковые, теперь семейные врачи. То есть реформу запустили, но вы знаете, реформа без сопровождения, реформа без финансирования, никогда не закончится нормальным, полноценным благом для людей. Главная задача за цифрами не потерять конечного потребителя, это обычный пересеченный громадян, чтобы он получил от этого выгоды, чтобы он не должен заполнять кучу бумажек, чувствовать на себе реформы, ждать которые время. Он должен прийти и получить качественную, более высокоспециализированную услугу. Поэтому еще раз говорю, в здравоохранении эффективное управление, то, чем мы имеем, должно тоже пройти. И по министерским приказам, и закон надо применять новый. И потом уже на местном уровне, я уверен, громада не будет против, потому что ничего не может быть важнее жизни и здоровья, наших детей, наших родителей. Конечно же, в этом мы будем перераспределять средства, но главное, чтобы они у нас были. И, конечно, третья проблема – это кадры. А кадры почему? Потому что зарплаты, наверное, маленькие, да? Да, и вы знаете, об этом тоже постоянно говорят, но мы не словом, а делом. Недавно была такая коллегия общеукраинского масштаба, и город Запорожье был приведен в пример один из лучших. Потому что мы в этом году внедрили надбавки, и вот мы говорим о блоке социальном таком, здравоохранении, социальной защите. И мы внедрили и там, и там надбавки из местного бюджета. Семейным врачам и социальным работникам, которые упикуются людьми на дому, предоставляем услуги тем, которые уже не в состоянии за собой ухаживать. И в наших отделениях по реабилитации для детей-инвалидов. И мы выделили из местного бюджета средств, это порядка 20 миллионов, чтобы и там, и там значительно поднять, как престиж этой профессии, чтобы не было только кадров. Но так и люди, которые, конечно, идут и несут социальное благо, должны быть и сами социально защищенные. А если говорить о здравоохранении, о кадровом вопросе, то 25% – это люди пенсионного возраста, и глубоко пенсионного возраста. Это те люди, на которых, по сути, держится сейчас здравоохранение. И по логике они должны делиться опытом, должны быть преемники. А сейчас мы видим и, откровенно говоря, и низкие… Вот мы общаемся с нашими вузами медицинскими. У нас два величайших, огромных вуза в городе. И, конечно же, есть проблема с кадрами. Поэтому большой вопрос, через 5-6 лет, кто будет у нас в поликлиниках, какого уровня будут там специалисты. Потому что тенденция ухода, конечно же, есть и в частные медицинские центры, и вообще, что люди перестают планировать идти в эту важнейшую профессию. Поэтому вопрос финансовой и нефинансовой мотивации должен тоже быть красной нитью через все социальные программы. Ну и четвертый такой вопрос, пользуясь случаем, вот на экранах телевидения хочется поговорить, что и нарушена, в принципе, культура здравоохранения персональная. То есть, как это ни парадоксально, люди порой не хотят быть здоровыми. Вот я расшифрую, что это значит. Вы знаете, есть стабильная практика профилактики. То есть, системно проходить какая-то перечень анализов, появление у семейного врача того же, или узких специалистов. Каждый знает на самом деле, кто заботится о своем здоровье, что необходимо. Конечно же, здесь вопрос стоит в плоскости, что очень сложная ситуация в социально-экономической сфере. И вы знаете, если смотреть всю историю любых стран, то скачки основных показателей, это продолжительность жизни человека, смертность, заболеваемости, она всегда соответствует уровень социально-экономической ситуации в стране. И поэтому это основное, конечно же, потому что здоровье нельзя, оно не базируется только на здравоохранении на больницах. Это комплекс вопросов, вообще образ жизни. И поэтому я вам хочу сказать, если мы хотим получить здоровую нацию, конечно, здоровье должно быть сбалансировано во всем. Начиная от экономики, и заканчивая, конечно, всеми направлениями, уже и питание, и экология, образа жизни, и стрессоустойчивости. И в той ситуации, которая есть в нашей стране, конечно же, надо нормализовать вот этот весь ритм, приводить в страну, в чувства. Именно поэтому, наверное, первичная медицина и является приоритетом в стране здравоохранения. Много было за год нареканий на вакцины, лекарства, которых нет или не хватает? Как обстоят дела в этом направлении сегодня, в частности в Запорожье? Смотрите, продолжаем говорить о насущных проблемах. Большая часть, подавляющая, вакцин, лекарств, они все должны проходить централизованные государственные закупки. Приходите распределяться уже на наши центры или поступать в наши больницы. Однако постоянно есть сбой, постоянно есть какие-то проблемы. И что пугает, что по таким статьям, от которых зависит уже не только здоровье, а жизнь людей. Вот есть у нас, допустим, к сожалению, детки в регионе, которые болеют на достаточно редкое заболевание, юнильный ревматноидный артрит. И лекарства из года в год это проблема, они успевают поставлять, а детям надо их ставить каждый месяц. Поэтому каждый год это проблемы. Естественно, маме, ну как с этим пережить, если ребенок будет мучаться, болеть и не дай бог терять здоровье. И поэтому мы в этом году 3 миллиона гривен с бюджета города выделили, не дожидаясь распределения из центрального. Так по некоторым вакцинам, так и по иммуносупрессорам, по ряду вообще медикаментов, которые должны поставляться централизованно. И здесь именно то, о чем я говорил, о каком-то сбое коммуникации, то есть мы много писем направили в Министерство здравоохранения, чтобы правильно запланировать 17-й год, мы должны знать в 16-м, что у нас будет, а чего нет. Потому что с жизнью и здоровьем людей тут играться не позволено никому. Поэтому я уверен и хотелось бы, что хотя бы в отрасли здравоохранения будет наведен какой-то порядок и будет проведена четкая и жесткая линия, начиная от государства, от нашего, скажем так, и Министерства, и Кабинета Министерства, и Верховной Рады, чтобы защитить эту отрасль и конкретно делать наших людей здоровее и лучше. Но поверьте, сразу здесь не хочу вешать никаких розовых очков, это не вопрос одного года, потому как систематически за последние годы не было должного, скажем так, и финансирования в эту отрасль, и каких-то реформ. И по сути, на постсоветском пространстве Украина чуть ли не одно государство, которое, современная система, вообще модель здравоохранения не отвечает текущим реалям как страны, так и тенденциям вообще в мире. И опять-таки город за свои средства вынужден компенсировать то, что не додает государство, в частности по вакцинам. Лекарства дорожают, средств у людей становится все меньше, в том числе и тарифы растут. Куда они приходят? Они приходят в управление социальной защитой. Что город может предложить социально незащищенным жителям Запорожья? Действует очень много программ. Но вот мы с вами разложили фактически уже на три отрасли бюджет города Запорожья. Порядка миллиарда гривен, там 850 миллионов здравоохранения, порядка одного миллиарда гривен образования, чуть больше миллиарда гривен социальная защита. Вот и социальная сфера занимает фактически половину бюджета нашего города. И, конечно же, хотелось бы подставить плечо к каждому, потому что сложная ситуация. Цены повышаются, зарплата остается неизменной. И, конечно же, все больше людей приходят за помощью. И, к сожалению, мы вынуждены идти справедливым правдопутем, что подставлять плечо и оказывать материальную помощь особенно незащищенным. То есть выделили для себя тот кластер людей, которым нужна помощь в первую очередь. Малозащищенные, сироты, инвалиды. И работает несколько программ достаточно успешных, где выделяется и материальная помощь, у нас есть комиссия по дорогостоящим лекарствам. И, конечно же, переходя к вопросу субсидий, он тоже очень наболевшим, оказывается колоссальная работа в этом направлении. И вы знаете, мы пошли многими путями решения этого вопроса. Мы, конечно же, и разработали свою программу. Мы поговорим чуть позже об этом. И, конечно же, мы навели порядок в действующих управлениях социальной защиты, начиная от вопроса, как я уже сказал, подняли зарплату социальным работникам, которых она была наименьшая, чтобы они уже могли качественно оказывать услугу дальше. Конечно же, мы провели ремонты. Конечно же, мы обеспечили автоматизацию процесса. Потому как я вам хочу сказать, вот на данный момент за год у нас 127 тысяч семей господарств обратились за предоставлением субсидий. Обработать такой большой поток требует колоссальных усилий. Поэтому пришлось, конечно, и добавить сотрудников в штат. И, конечно, идти путем автоматизации. То есть внедрять новые программы, электронные очереди, чтобы повышать уровень услуги его и качества. То есть избегать таким образом очередей и толкучей? Сама процедура, вы знаете, я хотел бы тоже, пользуясь случаем, отметить, чтобы не было никаких там мифов и пугалок. Субсидия – это, конечно же, необходимый шаг в наше сложное время. Хотелось бы, чтобы это было временно. Хотелось бы, чтобы люди имели возможность платить по обоснованным, правда, тарифам. Хотелось бы, чтобы люди, пользуясь темой социальной защитой, пенсией или зарплатой, могли на нее жить полноценно. Но сейчас мы видим, что эти реалии разорваны абсолютно. И поэтому приходится, конечно, мы не можем оставить один на один человека с отопительным сезоном, с такими тарифами. И поэтому субсидия программы работает. И вы знаете, на год порядка 600 миллионов гривен через централизованный государственный бюджет проходит, который оформляет никому, кому положено субсидия, не отказано. И поэтому, еще раз говорю, субсидию, в принципе, если семья нуждается в этом, оформлять надо, приходить, и вы попадаете автоматически в базу наших, так сказать, льготников, которые могут претендовать потом на остальные программы. Но вы знаете, очень многое с недоверием относятся к этой программе, государственной субсидией, и до сих пор ходит миф о том, что рано или поздно государство тебе сейчас помогло, но опять эту денежку все-таки заберет. И до сих пор действительно ходит этот миф среди людей. Я так полагаю, это ведь миф. Но это миф. Еще раз говорю, ни с какими кредитами, ни с продажей имущества, ни с, скажем так, собственностью этого недвижимости, ничего это не влечет. Это влечет на то, что, в принципе, ориентир такой, что человек от своего дохода на услуги ЖКХ должен платить не более 15%. Исходя из этой формулы рассчитывается обязательный платеж. И обязательный платеж человек, исходя из его дохода, должен платить сам. Остальное должно компенсировать государство. А расскажите более подробно, что это за программу инициировал городской голова Владимир Буряк с теплым к людям, если я не ошибаюсь. Это адресная поддержка, тоже в период отопительного сезона. Как она действует? Как ее получить? Есть системная программа, мы поговорили о ней уже о субсидии. Но есть люди, которые, к сожалению, вынуждены жить на средствах, которые непонятно как можно приобретать медикаменты, как приобретать еду, и которым, конечно, субсидия не покрывает всех тех необходимостей для нормальной жизнедеятельности. И поэтому Владимир Буряк поставил задачу разработать еще дополнительную программу по адресной поддержке. И она названа с теплом до людей, с теплом до людей. Она работает в отопительный сезон, где людям по трем направлениям мы предоставляем помощь. Первая категория, это, конечно же, у кого субсидия ноль, однако он все равно необходимо какие-то находить средства, и у него доход менее двух прожиточных минимумов. И таким людям, в зависимости от квартиры, 200, 300, 400 гривен, они получают дополнительных средств, в принципе, ежемесячно для того, чтобы, ну, скажем так, для пополнения семейного бюджета. Также у людей, у которых разрыв между обязательным платежом и социальными нормами с поживанием, тоже до 400 гривен, такая же математика. И недавно мы внесли еще дополнительно одно изменение. Мы захватили, ну, самых бедных, самых людей и семей, которым нужна помощь в любом размере. И последняя наша инициатива, это все семьи, у которых доход на одного человека, менее одного прожиточного минимума, это на данный момент 1399 гривен, этим людям, помимо субсидий, остальная разница между услугами ЖКХ будет компенсироваться из местного бюджета. То есть, по сути, человек в отопительный период за ЖКХ не будет платить ничего. За него будет платить государство и местный бюджет, если у него прожиточный минимум менее 1399 гривен. Я вам хочу сказать, что, к сожалению, таких семей в городе Запорожье 25 тысяч. Поэтому 25 тысяч семей на данный момент, и вот в октябре уже прошло начисление на лицевые счета по основным предоставительным услугам. Это 3,5 миллиона гривен. И до конца отопительного сезона эта программа будет работать. Уже запланировано около 24 миллионов гривен на эти потребности. И я думаю, что здесь никто не будет против, чтобы вот эти семьи, которые безоговорочно нужна поддержка, городская власть тоже ее поддержит, чтобы люди в отопительный сезон не платили ничего. Если говорить в загале не об отопительном сезоне, люди, которые нуждаются в материальной поддержке, могут ли прийти в управление социальной защиты и рассчитывать на, не знаю, единоразовую материальную помощь? Конечно, работает эта программа. И люди, которые оказываются в сложных жизненных обстоятельствах, и людям, которые нужна медицинская, медицинская дорогостоящая помощь. И людям, вы знаете, вот я провожу личные приемы, приходят с колоссальным спектром личных проблем. И некому обратиться. И, конечно, именно мы, как представители людей во власти, должны за них решать эти вопросы. Некоторые вопросы решаются организационно, на уровне кого-то позвонить, убедить кому-то, настоятельно уговорить, помочь человеку. А иногда это вопрос действительно 200-300-500 или 1000 гривен, двух, которые необходимы на нужды. Извините меня, все мы живем, скажем так, под Богом, начиная от похорон и заканчивая каким-то погашением каких-то кредитов. И мы разбираемся точечно с каждым вопросом, пытаемся помочь. Но я вам хочу сказать, что действительно накал социального общества очень велик. И вопросов большое количество. И, конечно же, местный бюджет потянуть закрытие всех вопросов не в состоянии. Поэтому еще раз говорю, наверное, вопрос и задача для всех нас развивать экономику, повышать платежеспособность каждого гражданина, чтобы он мог сам решать свои вопросы. Ну, а как я уже сказал, вопросы незащищенных слов населения, категорий, инвалиды, пенсионеры, детки, мы должны держать руку на пульсе и подставлять плечо там, где это надо в первую очередь. Анатолий, ну год завершается. Какие интересные и важные проекты ставите перед собой на год грядущий 2017? Бороться. Бороться за бюджет. Все-таки мы ведем диалог и с центральными властями, чтобы... У нас слышат центральные власти? Ну, есть у нас организация, ассоциация городов и напрямую, и Владимир Буряк постоянно на телефоне с министерствами профильными, где мы боремся и за увеличение субвенций, и за распределение, и за точечные проекты. Конечно же, есть установка работать с внебюджетом, есть очень много программ и европейских по кредитованию с интересными процентами долгосрочными, и одноразовые проекты от наших европейских партнеров. И мы, конечно, во всем этом участвуем. Если говорить о здравоохранении, конечно же, наша задача продолжать снимать финансовую нагрузку с плечей запорожцев. Вы знаете, хотелось бы похвастаться одним проектом, который мы в этом году реализовали. Вот, допустим, есть такая расхожая потребность, как травма, к сожалению. Вот скоро начнется гололед, все падают, ушибы, травмы, переломы. И мы в городе Запорожье внедрили проект, что наши травмпункты, которые находятся в 5-й городской больнице, в скорой помощи, в 9-й городской больнице, абсолютно бесплатные. То есть, выделено на год порядка 7 миллионов гривен, чтобы ни на перевязки, ни на шовные, ни на гипс, ни на лекарства, антибиотики, ни на рентген не брали средства. Поэтому еще раз об этом говорю. Если где-то кто-то будет глупостями заниматься, то об этом сообщать. То есть, травмпункты в городе Запорожье бесплатные. И вы знаете, вот шаг за шагом мы должны все-таки особенно вот такие социальные направления, диагностика, травмпункты и так далее снимать с повестки дня, чтобы, конечно, это было бесплатно. И на следующий год мы видим перед собой задачу, это, конечно, продолжение модернизации наших лечебных учреждений. Это, конечно же, ремонты, потому что некоторые учреждения 20-30 лет не видели ремонта. И это уже помещения, которые непригодны для нахождения, не то чтобы для лечения. Но еще раз хочу сказать, объем вопросов далеко шагает за миллиарды. Поэтому мы делаем четкую раскадровку, чтобы первичное, то, что первично, шло в первую очередь. Конечно же, семейная медицина. То есть, наша программа отмечена на национальном уровне, нас уже приглашают и перенимают наш опыт уже и на всеукраинском уровне, и мы ее будем продолжать. То есть, идти и к людям, и к организаторам раздрыхания с одной мыслью, чтобы люди не больше лечились, а меньше болели. Это основная наша задача профилактика, профилактика, профилактика. И мы убьем двух зайцев сразу. Конечно же, мы разгрузим дорогие стационары, потому что, конечно же, койки на втором уровне дороже содержать. А второе, это, конечно же, самое главное, конечно же, легче и важнее предотвращать серьезное заболевание, чем потом его лечить или там оперировать. Поэтому это наш приоритет, на следующий год. Но если говорить о проектах, допустим, в социальной сфере, в социальной защите, мы вот на выходе у нас открытие социального отеля. То есть, это такой, по сути, отель для сирот, которому мы сейчас видим от 18 до 23 лет, которому нет жилья. То есть, у них выходят с интернатов, и где им жить? Мы позаботились об этом, в этом году сделали, вот так рванули, существенно, средства тоже выделены, и внедрим такой социальный, допустим, проект. Конечно же, мы видим, уже тоже закончена проектно-сметная документация по центру реинтеграции бездомных, людей бездомных. Это тоже проблема, это тоже люди, часть нашего социума, тоже должны о них заботиться. Это полноценно будет учреждение, где будут и восстанавливать документы, извините, и мыть, и стирать, и дальше их, скажем так, социализировать. А где-то может просто переночевать, потому что на данный момент они эту функцию выполняют в больнице. Конечно же, и о хосписе надо подумать, о коммунальном, чтобы было такое учреждение, где людей смогут дохаживать, предоставлять медицинскую помощь необходимую. То есть, в социальном блоке очень много вопросов о детских домах семейного типа. Вот у нас уже один на выходе, я думаю, до конца года мы все-таки в поселке Тепличном доведем до ума детский дом семейного типа, а уже в Хартицком районе на улице Преображенского мы строим комплекс семейных домов детских семейного типа, чтобы все больше деток уходило с интернатов и переходило в семейные формы воспитания. То есть, конечно же, в социальной сфере есть очень много проектов, которыми нужно заниматься. Пока благосостояние не будет улучшаться и идти вверх, мы должны все равно защищать тех людей, которым нужна помощь. Это наш основной приоритет основная задача. Ну что ж, эфирное время завершается. Хочется верить, что все ваши планы удастся реализовать и хочу пожелать, чтобы, конечно же, вас слышали больше в Киеве. телезрителям. Напоминаю, у нас в гостях был заместитель городского голова Анатолий Пуставаров. Говорили о проблемах социальной защиты и здравоохранения. А мы традиционно увидимся ровно через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин